Беседа 54, Деяния 28.2 Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Ефидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Объясняется, какое человеколюбие оказали иноплеменники. Так как не было никакого другого средства к спасению, потому что холод угрожал им смерти, то они разлагают огонь. Потом Павел набрал хвороста и положил его не на огонь, как говорит писатель. Смотри, как он трудился. И чудеса творит везде непросто, но по необходимости. Во время бури он пророчествовал, когда представилась причина, а не просто. И здесь опять собирая хвороста, бросая его, видишь, как он делает все, не тщеславее и не напрасно, а для того, чтобы они спаслись, несколько согревшись. При этом Ефидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. А что она повисла, видно из следующего. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, это человек-убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Не напрасно попустил Бог варварам видеть и говорить это, но для того, чтобы они не отвергли чудо, когда оно совершится. Смотри, какое выражение. Иноплеменники естественное суждение выражают. Как почтительно говорят между собой и не осуждают без всякого основания. Они видят это теперь, чтобы больше удивлялись после. Но они, он встряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Те самые, которые думали, что он заболеет, то есть погибнет от воспаления, видя, что с ним не произошло ничего худого, говорят, что он Бог. Опять воздают ему излишнюю честь, подобно как жители Ликаонии. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Вот и еще странно при имя Публия, человек богатый и весьма радушный. Он не видел ничего, но единственное из сострадания, к их несчастью, принял их и оказал им услугу. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои и исцелил его. Он достоин был благодеяния, потому Павел исцеляет его, воздавая тем ему за оказанный им прием. После всего события и прочие на острове, имевшие болезнь, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным, то есть дали необходимое для дороги и нам, и прочим. Смотри, как они после избавления от бури не остались беззащитными, но нашли радушный прием из-за Павла. Три месяца все они получали там содержание. А что они пробыли там столько времени, послушай, как он объясняет это далее. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И проплывшие, приплывшие сиракузы, пробыли там три дня. А тут отплывшие прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу Дарьевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Смотри, как все это делается для Павла, и потому какое доверие к нему имели узники, воины, сотник. И подлинно, хотя бы они были каменными, и тогда, слушая советы и предсказания, видя его чудотворение и получая через него содержание, они должны были иметь о нем высокое понятие. Заметь, как и он, без прикословия, принимает правильное суждение и благоразумное мнение, когда они искренни и не происходят от какой-нибудь страсти. Таким образом, проповедь достигла уже Сицилии, достигла и Путиол, где они нашли несколько братьев и остановились у них. Потом другие братья, услышав о них, выходят к ним навстречу. Таково было усердие братьев, что и узы Павлова не смутили их, но они пошли к нему навстречу. Смотри, как и он испытал при этом некоторое человеческое чувство, увидев братьев, говорит, принял с дерзновением. Тот, кто совершил столько чудес, при виде братьев ободрился. Отсюда мы видим, что он по-человечески получал утешение и огорчение. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стеревущим его. Видишь ли, ему позволено было жить особо. Это немаловажное доказательство того, как много удивлялись ему. Его не ставили в числе прочих. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им муж и братья, «Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима придан в руки римлян». Через три дня он созвал знатнейших из иудеев, чтобы они не были предубеждены против него по слухам. Что же общего было у него с ними, так как не они готовились обвинять его. Но он не заботился об этом, а желал только научить их и не оставить в неведении о том, что им сказано. 467. Так иудеи, видевшие столько чудес, гнали, преследовали, а иноплеменники, не видевшие ничего такого, из одного сострадания к несчастью оказали человеколюбие. Не прямо утверждают, но говорят, что человекоубийца, и его постиг суд Божий не оставляет живых. Следовательно, они имели понятие о промысле, и варвары оказались гораздо любомудрее философов. Эти не допускают, чтобы все под мной было управляемо промыслом, а те думают, что Бог присутствует везде, и что хотя бы кто-нибудь из виноватых избег многого, он не избегнет совершенно наказания. И смотри, они не нападают на него решительно, но оказывают сострадания к несчастью и не превозглашают слух всех, а говорят друг другу. Узы внушали им подозрения, потому что те были узники. Да устыдятся те, которые говорят, неблагодетельствуют находящимся в темнице. Устыдимся этих иноплеменников. Они не знали, кто таковы были узники, только сострадая несчастью, помнили, что они люди, и потому оказали им человеколюбие. Апостол говорит, они долго ждали, что он умрет, а он встряхнул животное в огонь и показал ничем не вредимую руку. Увидев это, они удивились и изумились. Чудо совершилось не тотчас, но некоторое время они ждали, чтобы оно не было принято за призрак. Следовательно, это не был обман или призрак. Хорошо сказано, потому что угостить 270 душ жена к великой любви. Смотри, какая польза от странноприимства. Не по какой-нибудь необходимости и не против воли, но, почитая странноприимство драгоценным благом, он угощал их три дня, потому справедливо и получает воздаяние, притом гораздо больше, нежели сколько дал Павел. Исцеляет отца его, тяжко страдавшего болью в животе, и не только ему, но и многим другим больным доставляет исцеление. И они в благодарность за это воздают ему почести и приносят дары. Это выражает писатель и в следующих словах, которые снабдили нас всем необходимым. Ни награду он взял, да не будет. Но здесь исполнилось написанное. Делатель, трудящийся, достоин пропитания. Очевидно, что те, которые так приняли их, приняли и проповедь. Он не стал бы беседовать с ними три месяца, если бы они действительно не уверовали и не явили плодов веры. Это служит ясным доказательством, что здесь было много уверовавших. И вот нашелся корабль Александрийский. Это, вероятно, было написано на нем, название Диаскуры. Так они были преданы и дало поклонству. Смотри, как плывущие то останавливаются, то опять спешат. Павлу уже дозволено было пребывать отдельно. Павел пользовался уже таким уважением, что ему позволено было жить особо. И неудивительно, если прежде принимали его благосклонно, то тем более теперь братья вышли по какому-нибудь опасению. Но самые обстоятельства достаточно успокаивают их. Смотри, как спутники Павла во время столь продолжительного плавания не приставили ни к какому городу, не приставали, но только к острову, где и провели целую зиму. Это для того, как я сказал, чтобы они обратились к вере. Дозволено было пребывать отдельно с воином. Конечно, для того, чтобы невозможно было строить против него какие-нибудь козни. Там уже нельзя было производить возмущение. Потому воин не только серёг его, сколько смотрел, чтобы не причинили ему чему-нибудь неприятного. В таком городе, где был царь, и когда дело перенесено было на суд его, не следовало быть беспорядку. Так всегда то, что, по-видимому, против нас, служит к нашему благу. Воин был стражем Павла. И вот Павел созвал иудеев. Они же не соглашаются с ним, и, услышав от него укоризну, удаляются, не смея сказать ничего, так как здесь уже не позволялось им сделать что-нибудь против него. Удивительно, как всё, не только то, что, по-видимому, служит к нашей безопасности, но и противное тому, обращается нам во благо. Чтобы убедиться в этом, выслушай следующее. Фараон повелел бросать младенцев в реку. Если бы младенцы не были бросаемы, если бы не было такого повеления фараонова, то Моисей не был бы захоронён и воспитан в царских чертогах. Когда он был скрываем, то не был в чести. А когда был положен в реку, тогда стал в чести. Это сделал Бог, чтобы явить своё могущество и мудрость. Иудеянин с угрозой говорил Моисею, не хочешь ли ты меня убить? Но это принесло ему пользу. Случилось по устроению Божьей, для того, чтобы он удостоился видения в пустыне, чтобы исполнилось надлежащее время, чтобы он любомудрствовал в уединении и жил в безопасности. И при всех огорчениях, причинённых ему иудеями, было тоже. Он делался ещё славнее, подобно как было и с Аароном. На него восстали, но через это сделали его более славным. После того он украшается священнической одеждой, на него возлагаются кидары, прочие принадлежности, одеяния. Так что посвящение его становится несомненным, и после того он делается предметом удивления по своей медной дощечке. И все мы узнали, какую любовь имел к нему Бог. Что он потерял, будучи преждевременно предан смерти? Ничего. А что, скажи мне, приобретают те, которые умирают позже? Ничего. Не в том состоит благоденствие, чтобы жить много лет или мало, а в том, чтобы пользоваться жизнью, как должно. Три отрока вержны были в печь, но через это сделали с более славными. Даниил был вержен в ров, но через это сделался более знаменитым. 469. Видишь ли, как искушение всегда служит к великому благу и здесь, а не только там. В несчастье бывает подобное тому, как если бы кто-нибудь стал тростью сражаться с огнем, по-видимому он поражает огонь, но делает его еще светлее и изнуряет самого себя. Так и несчастье бывает для добродетели причиной и поводом к ее прославлению. Когда при несправедливости других мы вверяемся управлению Божией как следует, тогда наше достоинство сияет яснее. Даже когда действует дьявол, то подвергающийся его действию становится светлее. Почему же, скажешь, с Адамом не случилось этого, а напротив, он подвергся унижению? Ему-то в особенности Бога устроял все на пользу. Если же он пострадал, то сам причинил зло самому себе. И все, что причиняется нам другими, служит к великому нашему благу. А что происходит от нас самих, то не таково. Когда нам причиняют зло другие, то мы скорбим, а когда сами себе, то нет. Потому Бог внушает нам, что претерпевающий несправедливость от другого получает пользу. А претерпевающий от самого себя получает вред. И, конечно, для того, чтобы мы первое мужественно переносили, а последнего избегали. Но с Адамом, скажешь, было совершенно не так. Для чего же он послушался жены? Почему не отверг совета противного заповеди Божией? Ты, Адам, сам был виновен. Потому что если бы виной у этого был дьявол, то все искушаемые непременно погибли бы. Если же они не погибают, то виной погибели бываем мы сами. Но в таком случае скажешь, или все искушаемые не должны уклониться от правого пути, или если виной бываем мы сами, должно было погибать и без дьявола. Так и бывает. Многие погибают и без дьявола. Не все делает он, а многое бывает и от одного нашего неразумия. И в том, чему он бывает виною, мы подаем ему повод. 470, том 9. Скажи мне, когда дьявол овладел Иудою? Когда, скажешь, вошел в него сатана? Вот что было и причиной. Ибо он, как тач, говорит, был, и вметаемых носит. Иоанн 12, 6. Он сам открыл ему широкий вход, так как Иуда носил этот ящик и воровал, что в него ложили. Следовательно, не дьявол полагает начало, а сами мы призываем и принимаем его. Но, скажешь, если бы не он, то зло не было бы так велико. Тогда неминуемо постигло бы нас и наказание, а теперь, возлюбленные, наказание наше легче. Если же все злое происходило бы от нас самих, то нас постигло бы наказание невыносимое. Скажи мне, если бы так, как согрешил Адам, он согрешил без постороннего совета, то кто избавил бы его от бед? Но, скажешь, он не согрешил бы? Почему ты говоришь это? Нет, кто был так слаб, неосторожен и удобо преклонен, что принял такой совет, тот легко мог поступить так же и без этого. Какой дьявол побуждает братьев Иосифа к ненависти? Итак, возлюбленные, если мы сами будем бодрствовать, то дьявол соделается виновником нашей славы. Какой вред, например, причинили все козни его Иову? Не говори об этом, скажешь ты. Человеку слабому он причиняет вред. Но слабый падает и без дьявола. А при его содействии, скажешь, он падает тяжелее. Но легче и наказывается, если он грешит при содействии дьявола. Не для всех ведь грехов одинаково наказание. Не будем же обманывать себя. Дьявол не причиняет нам зла, если мы сами бодрствуем. Чаще он пробуждает нас, возбуждает нас. Скажи мне, обратим внимание пока на это, если бы не было диких зверей и ни постоянства ветров, ни болезни, ни печали, ни скорби и ничего подобного, то чем сделался бы человек? Мне кажется, не подвергаясь ничему такому, он уподобился бы более свинье, чем человеку. Стал бы предаваться объединению и пьянству. А теперь заботы и беспокойства для него упражнения и училища любомудрия. Средства доброго воспитания. Еще представь, что кто-нибудь воспитывается в царских чертогах, не зная ни скорбей, ни забот, ни беспокойств, не имея случаев ни к гневу, ни к недовольству. Пусть сделается и исполняется все, чего бы он ни пожелал. И пусть все готовы служить ему. Не может ли такой человек сделать все неразумнее всякого животного? А теперь несчастье и огорчение, как бы оселок, изощряющий нас. Потому-то бедные по большей части бывают умнее богатых, подобно как обуреваемые и поражаемые сильными волнами. Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно и безобразно. А движущиеся, трудящиеся и переносящие тяжести бывают благообразнее и здоровее. Тоже бывает и с душою. Железо, когда лежит, ржавеет, а когда находится в деле, то бывает блестящим. Так и душа, когда она действует. А к действию возбуждает ее несчастье. И способности погибают, если душа остается без действия. И действует она тогда, когда не все готово и к ее услугам. Потому что она возбуждается к действию противным ей. Если бы не было противного, то не было бы и деятельности. Например, если бы все было отделано прекрасно, то искусство не имело бы над чем трудиться. Так и душа. Если бы все шло по нашему желанию, не находила бы деятельности. Если бы все нам удавалось, то было бы бесчувственно. Не видишь ли, как мы приказываем кормилицам не всегда носить детей на руках, чтобы это не обратилось им в привычку. И они не сделались слабыми. Потому что дети, воспитывающиеся на глазах родителей, бывают слабее. Так как неблаговременная и неумеренная нежность вредит их здоровью. И умеренная скорбь благо, и заботы благо, и бедность благо. Крепкими делают нас и добро, и зло. Но то и другое обращается нам во вред, когда бывает не в меру. Первое расслабляет, а последнее поражает. Не видишь ли, что тоже внушал и Христос ученикам своим. Иоанна 16.33 Если же они имели в этом нужду, то тем более мы. Если же мы имеем в этом нужду, то не будем роптать, но радоваться в скорбях. Все это лекарство, соответствующее нашим ранам. Одни горькие, другие сладкие, но те и другие сами по себе. Отдельно были бы бесполезны. Будем же за все это благодарить Бога. Он попускает это не напрасно, но для блага наших душ. В чувстве признательности будем благодарить и прославлять Его. Будем мужественно бороться с бедствиями. Помня, что они временны и обращая мысли свои к будущему, чтобы они могли легко переносить и настоящее, и удостоиться будущих благ, благодати и человеколюбиям Единородного Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.